Москва решительно осуждает провокации Приштины, которые приводят к раскручиванию конфликтной ситуации в Косове. Об этом сегодня заявили в российском МИДе. В эти минуты на севере Митровицы, где живут сербы, проходит спецоперация Косовского спецназа. Есть данные о задержанных. Так полиция исполняет решение Косовского правительства изъять из продажи все сербские товары. В ответ на действия Приштины в Белграде экстренно собрался Совбез. А президент Сербии Александр Вучич обсудил ситуацию с послами России и Китая. И на этой встрече обвинил силы НАТО в Косове в том, что они не в состоянии обеспечить стабильность в регионе. Затем, как развивается конфликт, следит наш специальный корреспондент в регионе Александр Евстигнеев. На границе между Сербией и Косово десятки грузовиков. Ни один из них не проедет на ту сторону. Всех развернут. После того, как косовские власти ввели новое таможенное пошлины, подняли их до 100%. Они требуют особой маркировки товаров. Естественно, ничего подобного ни у кого здесь нет. Водитель фуры и СМЕД, как и остальные, стоит в очереди на таможню уже несколько часов. В декларации должно быть написано, что мы везем груз в республику Косово. Но это будет означать, что мы ее признали. А это уже другая сторона границы. И здесь сербская община проводит митинг. Разгневанные люди приехали из Митровицы, сербского анклава на территории Косово. Стопроцентные пошлины лишают их самого необходимого. Продуктов, медикаментов, вплоть до медицинского кислорода. Даже газет. Теперь все очень дорого. С этими пошлинами у нас даже на хлеб не хватает. У нас государственная аптека. Мы не сможем получать медикаменты из Сербии с такими пошлинами. Врач выпишет рецепт. Но что я скажу пациенту, когда он придет? По сути, сербы в Косове теперь в торговой блокаде. Не просто магазины. Сербские больницы, аптеки, школы. Торговую войну Белграду косовские власти объявили после фиаско со вступлением в Интерпол. Их не приняли. Злость выместили в считанные часы. Сербия угрожает нашей стабильности, нашей безопасности. С нашей стороны это обдуманный шаг. Это мера для защиты наших интересов. Косовары провоцировали Белград на ответный конфликт, на дестабилизацию и хаос. Президент Сербии Александр Вучич заявил, зеркального роста пошлин не будет. Понятно, что они потеряли голову. Они хотят добиться своей цели через силу, путем эскалации конфликта. Но ради нас всех, ради всей Сербии, нам нужно сохранить мир. Белград не сомневается в недоговороспособности косоваров. Обратился за помощью к международному сообществу. Россия, Китай, Евросоюз. Москва оценивает действия косоваров как этническую чистку торговыми методами. Глава евродипломатии Федерико Маггерини призвала Косово аннулировать пошлины. Отказ. Меры, которые мы ввели в отношении товаров из Сербии, будут действовать до тех пор, пока Белград не признает независимость Косова. Обстановка накаляется. Сегодня ночью в Митровице косовары со стрельбой арестовали четверых сербов. Якобы в ходе уголовного расследования. Но Белград считает, что это очередной акт давления. Президент Вучич провел совещание с силовиками. Эта война экономическая в русле этнических чисток. И желание изгнать всех сербов на Косово. На фоне торговой войны с Белградом Приштина не прекращает говорить о создании собственных вооруженных сил. Хотя это идет вразрез с резолюцией ООН. Но косовары хотят реформировать силы безопасности в полноценную пятитысячную армию уже в конце ноября. Даже если это психологическая атака, вряд ли такие действия Косово будут способствовать выходу из кризиса. Александр Евсегнеев, Владислав Додонов, Инна Кошкина. Вести Косово.